здравствуйте уважаемые зрители решил снять небольшой обзорчик на аппарат солярис мультимик 227 приобретал его минске интернет-магазине по моему 2 850 рублей в октябре месяце что хотел сказать по нему аппарат мне понравился варит неплохо скажем так если есть желание заменить не заменить а убить другу за с двух зайцев и приобрести его место обычно договой с возможностью перспективы развития на полуавтоматическую сварку то может быть да но вообще конечно лучше взять две сварки если особенно есть работа не не по месту как у меня в разных на выездах скажем так если заказы есть или просто большие площади передвижения то есть весит он порядком весит он вам 13-14 килограмм это не снаряженный просто вот и допустим если сравнивать у соседа из 10 до 6 старенький аппаратик это не полуавтомат обычная дуговая как бы мне больше понравился работать им то есть по дуговой сварке но и это тоже хорош не скажу что он значительно там хуже лучше может быть чуть чуть хуже но можно и использовать всего как дуговую сварку это из его плюсов плюсы неплохая дуговая сварка как полуавтомат я не использовал ни разу но у соседа 226 227 также присутствует аппарат и в баре там же им несколько лет используют как полуавтомат он сказал что аппарат хороший поставляется он без вилки вилку я приобретал уже отдельно длина провода сколько тут метра два разъема 9 миллиметровые такие детские как будто поломаются у меня была до этого сварка мм и метэйч 250 там 30 13 миллиметров там каждый таки мощные солидные здесь послабее ну масса масса да если по месту то можно использовать как друговую сварку если вы поняли если передвигаться то маленький легкий аппаратик тот же 221 прекрасно варит и solaris и как бы мобильность большая у него что меня удивило точнее из минусов из минусов это никакие кабеля никакие кабеля для дуговой сварки идущие в комплекте это раз они тут сколько тут блин не тут сил от силы 2 метра во вторых решил я их заменить масса которая идет в комплекте она вообще ни о чем покупал я эту массу магазине ума и в родном мазь в родной здесь тарелочки такие какие-то с покрытием желтым и они из-за плохого контакта тут же прогорают насквозь то есть вот эти вот тарелочки сразу получаются там дыры у них ну купил в уме не помню рублей за 25 из 23 но у нас родной держак вот он в общем то неплохой ну как бы сильно он электрод не удерживает особо сильно но он как бы за за не менее лучше вы это пользоваться ну как бы я решил все поменять уже приобрел и сап энди 2000 винтовой под 90 под 45 градусов вот и приобрел медный кабель по моему 125 15 метров в общем сделаю на держак сделаю 8 метров на на массу сделаю 7 метров что удивило очень сильно и я так понимаю это оптимизация удешевление или что там еще ценник то вроде бы не маленькие но вот эти вот кабеля комплектные они они наверное не изменить сделаны они сделаны из чего-то другого то есть вот они внутри белый снаружи как будто медненная так бы я об этом и не знал ну пока когда снял это все обратил на это внимание так с телефоном конечно удобно попробую вам продемонстрировать чтобы не быть голословным берем начинаем снимать слой вот видите просто белыми взят вот покупной покупного 125 во первых изоляция толщины и фокус медь обычными и волоски здесь потолще будут они такие ну попрочнее взять это очень но не мягче и быстро очень ломаются фокусируюсь в общем производитель влаживает эти кабеля для того чтобы как бы а бы было и соответственно с нас потребитель берет деньги за это я не знаю как они там позиционируются медные но это не иметь явно не имеется это что-то другое и два метра два метра я вам скажу это ни о чем это настолько неудобно работать с этим варил ограду не мог по-человечески даже вот два с половиной метра града все с аппаратом блин невозможно все постоянно надо переносить но аппарат же тяжелый повторюсь и это неудобно потому решил приобрести бухту купил удлинить провода ну вот а так вообще аппарат советую аппарат уже старый известный идет на него три года гарантии еще мне аппарат нравится то есть мы тут потихонечку переезжаем из города в деревню обустраиваемся строим дом я почти в одиночестве строю дом эти ролики уже потом буду снимать вот за одной столб оцените мы этот стол изготовили из опалубки опалубка была в пленке потому доски были не загажены молочком бетонным все максимально используется и не выбрасывается не сжигается обожгли горелкой и лаком покрыли бумага прилипла ну по аппарату все а ну из из мелочей которые понравились это когда аппарат выключаешь у него стоит защита от перегрева то есть после выключения тумблера вот этого он еще какое-то время дует вентиляторами чтобы на всякий случай охладить себя чтобы не было перегрева ну и конечно вот что не понравилось еще небольшая мелочь это что тумблер сзади у митэча митэча 250 тумблер включения находится спереди я вам скажу так как и кобеля спереди подключается и тумблер но у солярисов по моему у всех сзади тумблер включения это скорее минус чем плюс потому что неудобно постоянно надо лазить рукой после метэча пришлось привыкать но в остальном аппарат советую аппарат нравится очень нравится задавайте вопросы задавайте вопросы задавайте вопросы задавайте вопросы задавайте вопросы задавайте вопросы